На прошедшей неделе региональный оперштаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции принял решение о введении в Новосибирской области обязательной вакцинации для представителей целого ряда профессий. Кроме того, в будущем новосибирцы не смогут посещать массовые культурные и спортивные мероприятия без QR-кода. Такое решение было принято на основании постановления главного санитарного врача региона. Поставить первую дозу вакцины не позднее 21 ноября обязаны сотрудники торговли, фитнес-индустрии и спорта, салонов красоты, общественного питания, бытовых услуг, муниципальных и государственных учреждений, а также коммерческих структур, работающих с большим количеством клиентов. Завершить вакцинацию представители перечисленных сфер деятельности должны до 21 декабря. Мы посчитали количество данных жителей, это чуть более 270 тысяч. Для того, чтобы исполнить это постановление, надо выйти на уровень 10 тысяч примерно в сутки. На сегодняшний день у нас все возможности. 93 пункта у нас стационарных, 28 мобильных пунктов, развернутых торговых центров, и 97 медицинских бригад готовы выезжать на производство организации для осуществления вакцинации жителям Новосибирской области. По словам министра, в регионе сформирован достаточный запас вакцины от COVID-19, чтобы активно вести прививочную кампанию. Здравоохранение готово вакцинировать, поэтому я очень надеюсь, что работодатели, которые сегодня работают в сфере услуг, которые попадают под постановление, соберут все списки своих работников, подготовили все документы и направили на пункты вакцинации. Константин Хальзов напомнил, что сейчас первым компонентом вакцины привиты уже более 772 тысяч жителей региона, а полный курс вакцинации завершили более 724 тысяч человек. В свою очередь Роспотребнадзор обратил внимание на санкции для тех, кто уклонится от исполнения постановления главного санитарного врача. По 157 закону любой человек может отказаться от прививки, но есть определенные ограничения для отдельной категории граждан, которые сейчас определены в постановлении. По сути, работодатель должен отстранить такого человека от работы, перевести его на дистанк, но данный человек не должен отшлять свою работу непосредственно на своем рабочем месте. Но если непривитым сотрудникам грозит только отстранение от работы, то предпринимателям внушительные штрафы. Должностные лица индивидуальные предприниматели от 50 тысяч, юридические лица от 200. Для выявления нарушителей Роспотребнадзор организует рейдовые мероприятия. Кроме того, с 8 ноября в регионе начнет работать система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19. Идентификацию по QR-кодам придется проходить зрителям крупных культурных или спортивных мероприятий численностью от 500 участников. При этом ограничения не распространяются на тех, кому еще не исполнилось 18 лет. QR-код можно получить на портале госуслуг в своем личном кабинете. Человек для получения QR-кода должен пройти два этапа вакцинации, ввести два компонента вакцины. После этого автоматически в личном кабинете на портале госуслуг появится такой QR-код. QR-код в том числе может получить человек и переболевший коронавирусом в течение последних шести месяцев. Кроме того, остается возможность получить справку в бумажном виде. Те, кто не пользуется смартфоном, могут предъявить его на бумажном носителе. Попасть на массовое мероприятие можно будет и с отрицательным результатом ПЦР-теста. Важно помнить, что он действителен только в течение трех календарных дней с момента исследования. Напомним, все дополнительные ограничения были введены на фоне неблагополучной эпидемиологической ситуации по заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе. Кроме того, отказаться от прививки, а также посетить крупные соревнования или концерты без предъявления QR-кода смогут новосибирцы, имеющие медицинский отвод от вакцинации. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Редактор субтитров А.Семкин